Поучаствовать могут все желающие. Главное, чтобы проект был инновационным, то есть не просто открытие магазина. И разработку нужно презентовать за пять минут. Далее еще 15, идея обсуждается с присутствующими. Моя цель как исследователя – привлечь финансирование и найти людей, которые по пути с нами, чтобы реализовать наши разработки. Сергей предложил альтернативный источник электронов для рентгеновских аппаратов. По его словам, их использование станет быстрее, безопаснее и эффективнее. А вот Евгений рассказал о новом мобильном приложении для сотрудников, которое избавит их от выгорания. Если у вас какая-то острая проблема, плохое состояние, приложение предложит вам пройти упражнения, чтобы вы нормализировали свое состояние до какого-то уровня. А в дальнейшем предложат механики, в том числе и игровые механики, которые помогут вам не совершать ошибок. Каждая презентация – это тренировка. Эта тренировка – это новое мнение, это новые цайды от экспертов, которые слушают меня, которые узнают о нашем проекте. Это нетворкинг, идеи по формату презентации, плюс дальнейшие идеи по продукту, конечно. Презентации проходили друг за другом. Это не конкурс. И тем не менее, проекты оценивало жюри – сотрудники бизнес-инкубатора Технопарка. Данное мероприятие направлено на молодые проекты, у которых может и не быть на самом деле продукта на стадии идеи. А если они уже корректируют свои какие-то ошибки, которые у них могут появляться при выступлении, они могут подать заявку на резидентуру. А это уже статус на три года. И всеобъемлющая поддержка в юридических, бизнес-вопросах, привлечении инвестиций и профессиональной команды. Мероприятие проводится полтора года. За это время презентовали 75 проектов. И каждый пятый в итоге стал участником бизнес-инкубатора.